Знакома ли вам вот такая вот ситуация? Едете вы значит в машине, ковыряетесь в телефоне, но когда вы смотрите на дорогу, вам становится хреново. Я уверен, что знакомы и меня это очень сильно бесит. Каждый раз, когда я сажусь в машину, меня начинает очень сильно укачивать и я не понимаю причину. Мне даже специальные таблетки не помогают. Это портит мне совершенно весь день и настроение потом просто невозможно найти. Я в один из дней даже видео не смог снимать. Вот настолько мне было хреново после такси. Вот почему я записываю этот ролик. Я хочу понять, почему нам так не везет и у нас начинается морская болезнь. Почему морская? Ну да, везде написано, что укачивание это морская болезнь, но мать, что мне в палубу. Мы же не в море. Крейсер мне в бухту. А я объясню. Ученые высказывают свою точку зрения на этот счет. Например, карневролог из университета Кардифф Дин Бернетт, автор книги Идиотский мозг говорит. В общем суть такова. Мы когда ходим, нас не укачивает. Так как у нас было огромное количество времени привыкнуть к ходьбе в течение эволюции. Наши предки ходили, 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 ходили и все было хорошо. Но все изменилось, когда появились корабли. А это произошло сравнительно недавно. В древнем Египте, в древнем Китае. И даже сам Чарльз Дарвин писал о своей морской болезни в 1839 году. Мне хреново. Но это было верно только в то время, когда не было машин. Сейчас эта болезнь называется болезнь движения или motion sickness или кинетоз по-научному. Работает везде, в машине, в самолете, на судне. Но главный вопрос. Нахрен нам это надо. Но вернемся к кораблям. Мы ступаем на борт. Нас начинает укачивать. И что наш мозг думает? Что нас отравили. Полундра кричит мозг. Ведь вестибулярный аппарат, вот эта штука во внутренней мухе, чувствует как будто мы движемся, но мы как бы не движемся. И он думает. Батискав мне в Марианскую впадину, что происходит? Возникает ошибка и нас укачивает. Как это происходит? Рецепторы вестибулярного аппарата раздражаются наклоном или движением головы и при помощи этих рецепторов происходит восприятие положения в пространстве. Но когда происходит неразбериха, нас и укачивает. И как я уже сказал, мозг не справляется с этой ошибкой и делает все, чтобы мы не были отравлены. А что делает организм, когда мы отравлены? Блюет. Все сходится. И по статистике вообще треть людей подвергнуты этому состоянию в какой-то степени. Но как же этого полностью избежать? Никак. Даже самые крутые мореплаватели-профессионалы сталкиваются с этим недугом. Я же тебе говорил, что меня укачает. А ты не шутил. Но со временем просто привыкают. Но один выход все-таки есть. Стать глухонемым. Кто это написал? Это самый тупой выход из ситуации. Но все же у большинства из них не работает вестибулярный аппарат. Это значит, что они не подвержены укачиванию. Так что намотайте на ус. Если вы вдруг поймаете золотую рыбку и у вас будет три желания, никогда не загадывайте, чтобы вас не укачивало. Скорее всего это очень плохо закончится. А теперь представьте себе. Если бы симуляторы морских боев были максимально реалистичными, то там учитывалось бы, что кого-то может укачать. Огонь. Да, точное попадание. Мне херово. То же самое в виртуальной реальности. Глаза говорят, эй, чувак, мы едем. А вестибулярный аппарат говорит, нет, вообще-то я не тупой, мы стоим на месте. А мозг такой, так бляд. Определитесь уже, мне плохо. Интересная штука. Если вы едете в новенькой машине, которая вся такая плавная, новые технологии и все такое, а вы смотрите в телефон, то велика вероятность, что вас укачает. Ведь ваши глаза точно не видят дорогу, а видят, что вы сидите на месте. И я замечал, что меня совершенно не укачивает в сраной разбитой русской машине. А почему? Да потому что я чувствую каждую гребаную кочку. Я чувствую скорость. Там совершенно все не плавно. То есть мой организм дает мне понять, что хоть что-то происходит и этой ошибки не возникает. Я говорю про себя и, конечно же, могут быть исключения. То же самое с мотоциклами. Меня на них совершенно не укачивает, потому что движение вокруг нас и мы практически не видим мотоцикл. Мне из-за этого не стать космонавтом, кстати. А если вы хотите, приготовьтесь к тому, что вы испытаете космическую болезнь. Это как морская, только в космосе. Герман Титов. Первый человек, который совершил космический полет длиной аж в целые сутки. Ему было очень хреново и все время его ужасно укачивало. Фрэнк Борман из программы Аполлон 8 перенес эту болезнь. Рассел Швайкард из Аполлон 9 тоже. А там уж извини, терпи. Домой уж не поехать и не поспать. Как проходит полет? Мне хреново. Сожалеем, но полет будет длиться еще 165 дней. Чтобы вы понимали, никакого окончательного объяснения этому не существует. Но та версия, которую я вам рассказал, самая распространенная. В общем, не при движении помогает смотреть на линию горизонта. Ни в коем случае не располагаться против движения, а лучше вообще уснуть. Но я не врач, так что лучше проконсультируйтесь или как минимум посмотрите ссылки в описании. И кстати, сегодня я уже упоминал про игру о кораблях. И это было не просто так. Потому что World of Warships игра с очень глубоким и интересным геймплеем. Там действительно нужно думать и все просчитывать, чтобы победить. И что меня очень радует. Внешний вид кораблей воссоздан по чертежам и абсолютно исторически достоверен. Мне это даже напоминает игровой автомат, в который я играл в детстве, который стоял в поликлинике. Там нужно на опережение запускать ракеты, чтобы попасть в корабль. Так что мне лично очень нравится такое. При регистрации по ссылке в описании вы получите очень крутой корабль Албани и 2 миллиона кредитов. Ну а если вы в этой игре не можете ни в кого попасть, пишите всем, что это просто морская болезнь. Ааааа! Какие красивые корабли. Даааа... Неудивительно. Мы ведь в World of Warships... А еще я бы хотел сделать парочку анонсов. Сейчас в Москве будет проходить комикон и я обязательно привезу вам оттуда ролик. Все как вы любите. А также мы работаем над очень крутым топ секретом. Все будет круто, будет даже новая заставка. Просто нужно подождать. Спасибо за просмотр. Желаю, чтобы всех моих зрителей никогда не укачало. Хреновое чувство все-таки. А также вот здесь есть соц сеточки. Подписывайтесь обязательно. Всем пока.